Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел вас отблагодарить за 72 тысяч подписчиков. Ребята, ну давайте уже добьем 73 тысяч подписчиков, поэтому если ты на этом канале впервые, обязательно подпишись прямо сейчас и помоги мне добить 73 тысяч подписчиков, потому что мне очень этого хочется и идти к отметке 80 тысяч, это моя мечта. Поэтому, ребят, ну помогите мне это сделать, пожалуйста, просмотр ролика, поэтому без подписки запрещается. Вот так вот, дорогие друзья, я вам интересный ролик, а с вас, дорогие друзья, подписочка. Ну и также с меня, у меня, конечно, по традиции, по нашей замечательной традиции, я покажу также комментарии, ребят, из прошлого видео. Они находятся в моем багажнике, поэтому давайте подойдем к багажнику и раз, два, три, тадам! Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как мы могли узнать, уже догадаться, то, что уже обновление наше 1.39.6 вышло из бета-теста и теперь доступно на любом телефоне, собственно говоря, Android-платформы. И его можно скачать абсолютно бесплатно уже в Play Market. И, то есть, это означает то, что каждый игрок уже может заценить обнову. Не только те, кто были в бета-тесте, а теперь все. Поэтому, дорогие друзья, хочу с этим поздравить. То есть, наверное, уже многие побежали там обклеивать машину винилами, делать какие-то там прикольненькие, собственно говоря, тюнинги на тачку, там всякие наклеечки, вот все, чтобы в покрасочную поехать. Да, это замечательно, дорогие друзья. Но, если мы заметим то, что у нас теперь, как бы, есть новые стейджи в гараже, у нас есть Toyota Supra и то, и другое. Шестой стейдж и Toyota Supra у нас продаются за, собственно говоря, новую валюту, а именно чертежи. И, как вы знаете, они у нас, собственно говоря, туго зарабатываются. То есть, их не так уж и легко, собственно говоря, заработать. Сегодня я хотел рассказать несколько способов, с помощью которых вы сможете с легкостью набрать нормальное количество, собственно говоря, этих чертежей. Поэтому, ребята, обязательно запасайтесь чаечком, печеньюшками или кофем. Садитесь поудобненькому и внимательно смотрите мой ролик. Я думаю, что он будет реально полезным для вас и чем-то познавательным. Потому что каждый из вас найдет для себя способ, с помощью которого вы сможете добить себе шестой стейдж, собственно говоря, везде. Покупать винилы там за эти штучечки. И, конечно же, купить Toyota Supra, которая стоит сколько там, если я не ошибаюсь, она, по-моему, стоит сколько? 100 чертежей. Да, дорогие друзья. В общем, сегодня я расскажу несколько способов о том, как быстро и вообще легко заработать эти чертежи и что это вообще такое. А, собственно говоря, чертежи это новая валюта, которая нас, собственно говоря, заменяет нам монетки. То есть теперь в некоторых местах, а именно в гараже у Жорика, мы можем покупать шестой уровень прокачки именно за чертежи. Также мы можем покупать Toyota Supra за эти деньги и, собственно говоря, расплачиваться в других некоторых местах чертежами. Пока что это не везде есть, но уже идет такое разнообразие от разработчиков. И это, в принципе, прикольно, но зарабатывать, конечно, их сложно. То есть каким образом, это пока что мы особо не поняли. Сегодня я расскажу, как это максимально легко сделать. То есть, вот смотрите, сейчас, если мы приедем в гараж, мы, точнее, в гараж, в автосалон, мы заметим то, что уже вот пару машин, а именно, если я не ошибаюсь, с помощью BMW-шка продается у нас за чертежи. Сейчас давайте глянем, глянем, глянем. Так, Nissan Skyline у нас, собственно говоря, есть. Это все есть. Так, отличненько. Так, а, у нас BMW, собственно говоря, за монетки, а вот Toyota Supra за 100 чертежей. И у нас всего лишь 10. И ты вот думаешь, блин, как накопить их, что, собственно говоря, делать с этой проблемой. Дорогие друзья, в принципе, есть, получается, три решения этой проблемы. Пока что я нашел и понял только три решения, которые реально могут вам помочь это сделать. И за которые, ну, как бы, бойцкие нормальные и не требующие какой-то головной боли, там, ничего выдумывать не нужно. Три есть решения. Первое решение, дорогие друзья, самое простое, но, конечно же, не бесплатное. Это купить, собственно говоря, чертежи за реальные деньги. И ты сможешь купить эту супру. То есть 100 чертежей ты берешь, покупаешь за 500 рублей и наслаждаешься игрой. Собственно говоря, в принципе, этот способ возможно рассчитывать, если вы имеете такую возможность. Если вы хотите разработчиков поддерживать. Я, кстати, тоже собираюсь так делать, потому что разработчики молодцы. И их нужно как-нибудь поддерживать. То есть есть такой способ. Если у вас нет возможности такой вот, таким вариантом воспользоваться, то вы можете прибегать ко второму варианту. Это более такой читерский, ну как, это скорее более лайфхаковский такой. Я не знаю, может быть, додумались или нет. Такой, наверное, банальненький способ. Но давайте сейчас покажу, как его добить. И нужно будет зайти, собственно, в игру и просто стоять в менюшке. То есть мы вот так выходим в меню. И вот, дорогие друзья, в принципе, второй способ, который я хочу с вами поделиться, это просто находиться в менюшке игрока и просто там быть. Для этого, ребят, вам потребуется, наверное, быть дома или где-нибудь поблизости к розетке, чтобы телефон был всегда на зарядке. Просто открываете меню игры, точнее вот такое вот, в настройках экрана отключаете режим блокировки. Через какое-то время нажимаете никогда и оставляете игру в таком, собственно говоря, бездействии. Телефон, идете, занимаетесь своими делами, уроками, может, помогаете маме, в общем-то, чем-то занимаетесь и просто не паритесь. И таким образом у вас примерно сколько? За два часа вы накопите 50, собственно говоря, чертежей. А за два часа вы накопите, собственно говоря, 100 чертежей. Вроде бы, в принципе, да, правильно. И, по-моему, ну, что-то типа того. То есть за пару часов вы сможете накопить себе на Toyota Supra. То есть это такой вот, собственно говоря, нормальный способ. Но, конечно, он требует время на все это. Также, дорогие друзья, придется с этим, собственно говоря, позаниматься. Да, многие могут написать, что у меня ежедневный бонус заблокирован. Да, уже мы об этом знаем. Проблема такая у меня есть. Но это уже, как бы, в прошлом это сейчас нас, как бы, не волнует. И я вот, собственно говоря, рассказывал про этот способ. И еще есть третий способ, который самый более легкий и самый-самый простой. И третий, самый легкий, дорогие друзья, способ это играть на моде, где все открыто. То есть вы абсолютно не паритесь ни на чем, и у вас находится абсолютно бесконечное количество чертежей. То есть этот способ подойдет тем, кто лично не хочет париться над накоплением. Собственно говоря, над вот этими всякими вещами. И ему просто хочется покататься, купить сразу хорошую тачку и на ней кататься. Потому что я знаю, что многие игроки уже всю игру прошли. И им просто уже неинтересно накапливать эти баллы. Поэтому, в принципе, этот способ подойдет для таких игроков, кому уже реально хочется просто оценить игру по-другому. И просто вот так взять и быстренько все эти чертежи получить в бесконечном, собственно говоря, количестве. И я не особо советую этим пользоваться способом, потому что он более своеобразный. Я более склоняюсь к первому, который я вообще предлагал. Это, собственно говоря, поддержка администраторов. Но если у вас нет возможности, собственно говоря, поддерживать разработчиков игры OpenA Games, то вы можете воспользоваться как вторым способом, так и третьим. Но третий это уже на вкус и цвет. Так что, дорогие друзья, если хотите, то можете попробовать и таким образом. Я оставлю ссылочку в описании на свою группу во Вконтакте, где в закрепленном сообщении будет находиться ссылка на мод «Все открыто в игре». То есть вы можете поиграть в нее по моей ссылочке в группе. Так что, дорогие друзья, и обязательно не пишите о том, что она, ссылочка не работает, там что-то происходит. Эту ссылочку из поста нужно скопировать в браузер и уже только так открывать. Потому что группа, ну, ВК, сам ВК Вконтакте ругается на эту ссылочку и не пропускает ее никак запустить. Абсолютно, собственно говоря, мой Яндекс.Диск, он абсолютно пустой. Там находится только АПК-файл. Поэтому можете попробовать скачать, поиграть. И если надоест, то удалить и вернуться, собственно говоря, опять к своему прогрессу и прокачить свои тачки. Поэтому, ребят, выбор за вами, как вы будете поступать. И все в этом духе. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, то обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно проставьте свой лайк. Мне очень это важно. Если вы на этом канале впервые, обязательно подпишитесь. Мне нужна очень каждая подписочка ваша, чтобы набить уже 73 тысяч подписчиков, идти к 80 тысячам. И все в этом духе. Поэтому, ребят, кодовое слово. Пускай в этом ролике будут синие монетки. Все, кто напишет слово «синие монетки», обязательно попадут в мое следующее видео. Так что, дорогие друзья, обязательно, собственно говоря, играйте в «Симулятор автомобиля 2». Как именно, не важно. Просто играйте и наслаждайтесь игрой. Потому что она реально крутая. И уже самим вам решать, какой из способов, которых я предложил, собственно говоря, использовать. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok